Всем привет дорогие друзья! Продолжаем разбирать химические трансформации и то, как сдуваются другие. В этой рубрике пощады не будет никому. Не важно какого уровня спортсмен, блогер или актер. Тут все честно и не предвзято. Если конкретная личность сдувается, то я об этом так и говорю. Хотя обиженок в комментариях хватает сполна. Мол зачем лезешь обозревать таких серьезных спортсменов? Они уже давно всем все доказали. Доказать то может и доказали, но про химию мало кто из них вообще говорит. Она является ключевым фактором успеха в спорте высоких достижений. И без нее вы бы и близко не узнали бы своего чемпиона. И чемпионом он бы и близко никогда бы не был. Можете обижаться на меня за это, а можете нет. Мне абсолютно все равно. Канал для тех, кто желает смотреть на мир спорта не в розовых очках, а смотреть под разными углами и находить те вещи, на которые другие банально не обращают внимания. Сегодня мы поговорим про такого спортсмена, как Денис Цыпленков, который уже давно не выступает по армрестлингу во многом из-за проблем со здоровьем. Многие списывают все эти проблемы на химию, что вполне не исключено. Но есть явно и другие причины, которые мы сегодня и разберем. Конечно, Денис, как и многие спортсмены, отрицают вред химии и говорят, что она практически безвредна. Но спорт высоких достижений идет рука об руку с высокими дозировками. И они, как минимум, увеличивают риск развития огромного количества заболеваний. Также многие упускают тот факт, что тяжелые физические нагрузки могут вредить больше, чем сама химия, которая как раз таки и позволяет совершать эти самые физические нагрузки в таком-то количестве и с такой-то интенсивностью. Специально сделал такое пояснение, чтобы в дальнейшем проще было понять всю картину. Денис не отрицает факта приема химии, да и думаю, глупо было бы отрицать, ведь в профарме допинг-контроля нет, да и его габариты говорят сами за себя. Вот так спортсмен выглядел в 15 лет, а так в 19, а вот уже форма в 20 лет. То есть, видно, что за короткий срок он довольно быстро надулся. Предполагаю, что как раз в то время он начал химичить. И химичил явно не слабо. Какой-то колоссальный результат и какая-то колоссальная прибавка в объемах. Теперь давайте поговорим о пике формы нашего сегодняшнего героя. Денис неоднократно выходил на пик и набирал очень достойную форму, когда готовился к турнирам по арму. Особенно впечатляло то, как он выглядел в 18 году, когда готовился на поединок против Девона Лората, а также тогда он должен был бороться с Андреем Пушкарем, который, к большому сожалению, попал в аварию перед самим турниром и выжить ему не удалось. На тот момент Андрей был топовым спортсменом в мире армрестлинга и многие видели именно в нем фаворита. Однако цыпленков очень быстро и резко прибавил. Особенно это заметно по рукам, которые просто нереально монструозные. О армрестерских упражнениях тоже он добавил очень хорошо. Лората он тогда легко одолел и многие предполагали, что он еще со временем сможет улучшить свою форму к предстоящему поединку против Ливана Сагинашвили. Но в начале 2019 года со стола спортсмена у него произошел разрыв сосуда возле почки. Как заявляет сам спортсмен, все дело в тяжелых нагрузках. Это вполне может быть правдой, но не стоит забывать, что на курсе анаболиков кровь становится более густой, да и может повышаться давление в самих сосудах. Да и повышение веса тела также есть одним из факторов риска и люди, которые весят больше, чаще всего имеют повышенное давление. В комплексе с тяжелыми физическими нагрузками это могло как раз таки стать причиной всего этого. Естественно, что столкнувшись с такой проблемой, Цыпленков буквально моментально растерял всю форму. И тут, наверное, многие скажут, что основная причина в том, что он просто перестал тренироваться. Это все понятно, но в натураху форма так быстро не проседает, хотя никто не говорит, что Денис в натураху. Я просто вам показываю, как быстро после отмены химии сдувается спортсмен. В натураху даже после нескольких месяцев отсутствия тренировок человек может практически не измениться, если, конечно, не начать хавать много мазика с пельменями и не разжиреть. И говорю именно про количество мышечной массы, которая довольно стабильна в натураху в принципе. Опять-таки, этот пример наглядно нам показывает, насколько быстро без химии сдувается человек. Даже такой одаренный, как Цыпленков. Далее он пробовал несколько раз набирать форму, надувался довольно быстро. Но к соревнованиям так и не вернулся. И стало понятно, что Ливана Сагинашвили Цыпленков победить не сможет. Потому что здоровье уже не то, да и возраст тоже. Ну и Ливан это настоящий монстр с феноменальными данными и довольно молодой, как Д'Арма. В конце 20-го года Цыпленков заболел на корону и очень тяжело перенес это заболевание. Из-за чего форма еще сильнее просела, чем тогда после операции на почках. И стоит понимать, что каждый новый откат будет еще сильнее, чем предыдущий. Организм банально не может носить на себе такое количество мышечной массы. Ни сосуды не вывозят, ни опорно-двигательный аппарат. Не говоря уже про эндокринную систему, которая после многих лет профессиональной карьеры явно просела сильно. Весь 21-е годы, половину 22-го, Цыпленков находился не в очень хорошей форме. Он, конечно же, тренировался, но нагрузки были далеко не те. И, естественно, без подпитки и моря. Начал набирать, переболел. Потом, вроде, после Нового года праздники прошли и начал опять набирать. Камни, короче, с песком пошли. И поэтому сейчас физкультурой легкой занимаюсь, особо, скажем так, не стараюсь. Большие веса не поднимаю, потому что, в первую очередь, сейчас за здоровьем слежу. Там какие-то обследования, еще раз, там, по наблюдации у врача. Потому что это все, конечно, мне не нравится то, что вот эти вот вещи происходят. Одна за другой. Ну, и поэтому как-то так. Пытаюсь, пока ничего такого спортивного не происходит. Ну, в Инстаграме не освещу эти темы. Наверное, не до этого. И на некоторых кадрах нашего сегодняшнего героя вообще не узнать. Он выглядит очень болезненно. И если вот так взять и сравнить две его формы, то это совершенно разные люди. Отличие между формами просто небо и земля. Ну и вот, последние месяцев 6-8, снова он выглядит монструозно. Что самое интересное, форма остается стабильной и даже потихоньку улучшается. Вполне я предполагаю, что он стал использовать гормонозаместительную терапию, и чтобы организм совсем не развалился. Потому что какой-то слишком длинный курс у нас получается. Часто у профессиональных спортсменов это распространенное явление. И после завершения карьеры организм уже тупо не тянет. Ну, посудите сами. Десятки лет нахождения на высоком уровне тестостерона. А тут его резко обрубают. И моментально и сил становится меньше, и здоровье хуже. Потому что низкий уровень теста это всегда минус здоровье. Причем не только физическое, но и ментальное тоже. Об этом почему-то мало кто вообще говорит. Но тема реально очень важная. Когда человек на высоком уровне теста, это добавляет ему уверенности в себе. Решительности и целеустремленности тоже. Да и в целом, банально больше моральных сил и возможность делать большее количество дел. А тут теста стало в разы меньше. Естественно, что здоровье будет проседать. Даже если вы посмотрите на те видео, где Цыпленков откатил, то обнаружите, насколько болезненно он выглядит. Да и в целом, он не так бодро выглядит. И видно, что моральное состояние, оно хуже, чем тогда, когда он был на курсе. Вероятно, что он вернется в профессиональный спорт, она крайне низкая. С одной стороны, вряд ли хватит здоровья. И мы видели, как за последние года он предпринял несколько попыток вернуться. Но ничего не вышло. А с другой стороны, ему вряд ли позволят выступать на соревнованиях международного уровня. Из-за его поддержки войны. Подробно эта тема разобрана на моем украиноязычном канале. Ставлю ссылку на то видео. Как видите, чудес не бывает. И даже невероятно одаренный спортсмен сдувается моментально. Так что не нужно сказочек про чудо-генетику. И то, что химия дает всего 10% результата. А остальное, это якобы только правильное питание, тяжелые нагрузки и невероятная сила духа. Нет, нифига не 10%. Особенно в случае, когда применяют такие лютые дозировки. А на этом пока все. Если ты понравился ролик, ставь ему свой царский вот так вот. И пиши в комментариях, про кого бы ты хотел еще видеть. Такого рода разбор. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok